Прямое подключение со Средиземного моря. Сегодня я официально открыл купальный сезон двадцать первого года. У нас на календаре двадцать пятое апреля, и я в Анталии. Как вы знаете, я путешествую по Турции, изучаю турецкий язык, отдыхаю, конечно, и работаю удаленно, потому что вы знаете, я полиглот, преподаватель иностранных языков, и мой канал посвящен всем любителям иностранных языков и, конечно, тем людям, которые любят путешествия. Многие из вас просили снимать больше моря, вот сейчас я вам снимаю море, причем именно то море, в котором я сегодня первый раз искупался в этом году. Я нахожусь в городе Анталия, есть городской пляж, называется Коньялты, он галечный, на нем не так удобно гулять, и сегодня утром мне вода показалась прохладной. А здесь это пляж Лара, он песочный, как вы видите, песочный пляж, песочек, очень приятный, и вода меня сегодня просто манила, просто манила меня водичка. Здесь почему-то сегодня вода немного грязная, я сюда сею еще несколько раз, и потом вам расскажу, всегда ли вода тут грязная. Но я выбрал более-менее чистое место и уже два раза искупался. Я плохо определяю температуру воды, по ощущениям градусов двадцать, но я думаю не больше двадцати, но я думал, что я зайду и сразу же выйду, но очень быстро привык и не хотел выходить из воды, как ребенок. Где-то, наверное, минут пять-десять я плавал. Вода очень хорошая, очень приятная, единственное, да, она здесь немного грязная, как я вам сказал, но я думаю, что это, наверное, временное явление. Прямо комфортно сейчас гулять, идти по побережью Средиземного моря и наслаждаться хорошей погодой. Сегодня у нас двадцать пять градусов тепла в Анталии, поэтому всем вам, кто сейчас находится, особенно в Москве, либо в тех городах, где у вас нету солнышка. Я знаю, что в Москве сегодня стоит дождливая, холодная погода всю неделю, поэтому я с удовольствием делюсь с вами солнышком, которое сейчас как раз вышло, морем и позитивными впечатлениями. Да, здесь какими-то прямо волнами идет грязная вода. Не буду вам ее показывать, но когда я плавал, вода была почищена. Буду подключаться чаще с побережья моря и делиться своими впечатлениями о море. Задавайте все вопросы, которые у вас есть по поводу Турции. Сейчас, к сожалению, многие из вас не могут приехать в Турцию, так как все чартерные рейсы закрыли. Но я думаю, надеюсь, что авиасообщение с Турцией восстановится. Я решил не прерывать своего путешествия и отдохнуть, как и запланировал, до 25 мая. Меня ждет еще целый месяц купального сезона. Я планирую теперь купаться каждый день, по чуть-чуть, даже если будет прохладно, хотя вода уже не хотелось с нее выходить. Поэтому, если вас интересуют какие-то вопросы о Турции, пожалуйста, задавайте. С удовольствием буду вам отвечать. Ну и, конечно, изучайте со мной иностранные языки. Сейчас на моем канале я провожу четыре онлайн-курса. Четыре онлайн-курса по изучению английского, немецкого, испанского и французского языков по методике осенили. Это живые жизненные диалоги, потому что я верю и пройдено на практике, когда вы изучаете живой язык, который вы можете сразу же брать и использовать, только тогда вы будете, во-первых, получать удовольствие, а во-вторых, это будет приносить результат. Обязательно слушайте эти диалоги и потом их прорабатывать, читать, запоминать фразы, при этом не уделять так уж прямо много внимания грамматике. Грамантика, конечно, нужна, это как фундамент дома, но если изучать только одну грамматику, это будет скучно, неинтересно и вы скоро это дело забросите. Поэтому, если у вас есть интерес и вы хотели бы стать полиглотом, потому что, ну что такое полиглот? Полиглот человек, который говорит на, на мой взгляд, больше, чем трех-четырех иностранных языках, причем не свободно, а именно в той форме, на том уровне, который нужен человеку. Поэтому можно достичь базового уровня в нескольких языках, при этом комфортно общаться с носителями языка, путешествовать, чувствовать, как у вас расширяются границы вашего мира. Вы заводите друзей в разных странах, начинаете смотреть видео, возможно, читать книги и при этом получаете удовольствие. На мой взгляд, вот это самое-самое главное в изучении иностранных языков. Вот смотрите, сейчас тут и здесь водичка почище. Хочу вам больше показать Средиземного моря в Анталии, пляж Лара. Если кто-то из вас знает, какие здесь самые лучшие пляжи, пожалуйста, делитесь, рассказывайте. Я пока видел только два пляжа, это пляж Кони-Алты, как я уже сказал, это больше такой галечный пляж на самом центре Анталии. И сегодня я чуть-чуть дальше отъехал на автобусе до пляжа Лары. Чем не нравится, здесь песочек. Здесь песочный пляж, поэтому здесь комфортно, комфортно гулять и комфортно проводить время, так как и температура уже комфортная, 24-25 градусов. Ну вот солнышко сегодня то есть, то нету, но, тем не менее, искупаться это было просто одно настоящее удовольствие. Поэтому, если какие-то есть у вас вопросы про Турцию, про изучение языков, пожалуйста, комментируйте, будьте более активны на моем канале, потому что сейчас я публикую видео почти каждый день. По понедельникам это уроки английского языка, по вторникам немецкий, по средам испанский, по четвергам французский. И еще, конечно, параллельно я буду вам снимать видео о моих путешествиях и приключениях в Турции, потому что все-таки Турция это доступный отдых, недорогой и это Средиземное море. В Турции четыре моря, но сейчас мы говорим про Анталию, Аланию, про этот регион Средиземного моря, где действительно можно купаться в Средиземном море, причем делать это недорого, экономно и путешествовать самостоятельно, как я сейчас делаю. Потому что Турция это не только отельный отдых, где вы только гостиница, плюс все включено и пляж. Нет, в Турции очень много национальных парков, красивых мест. Вчера я был в парке Памуккале с натуральными, с водой, минеральные источники, где можно купаться, поправлять здоровье и смотреть античные города, древние... древнегреческие античные города. Поэтому буду с вами делиться... делиться своими эмоциями, впечатлениями, рассказывать о самых лучших местах в Турции, чтобы потом вы могли уже планировать свое путешествие. Возможно, не в гостинице все включено, а вот, допустим, на две-три недельки в Турцию и исследовать самостоятельно эту красивую страну. Я Турцию открыла для себя в прошлом году в ноябре, когда на неделю сюда приехал, как обычный путешественник в гостинице, да, гостиничный... гостиничный тур. И потом решил, что этой весной я обязательно поеду уже два месяца, буду изучать, практиковать турецкий язык и исследовать Турцию уже самостоятельно. Потому что только путешествие самостоятельно, ты можешь заводить много друзей, узнавать те места, которые не входят в определенный тур туристический, да, в обычные вот эти стандартные экскурсии для туристов. Потому что, зная язык, ты можешь общаться с местными жителями, которые тебе порекомендуют что-то интересное. И ты никогда это не узнаешь, если просто поедешь обычным организованным групповым туром. Поэтому еще раз тебе привет из солнечной Анталии, с пляжа Лара. Замечательный пляж. И до нового подключения. Жду ваших комментариев, ваших лайков внизу под видео. И подписывайся на мой канал, если любишь языки, любишь путешествия и хотел бы стать полиглотом также, как и мы на нашем канале. До нового подключения. До новых встреч, друзьям. Пока. Небольшой апдейт после того, как я снял для вас видео. Погода немножко наладилась. Солнышко стало больше. Так, мне кажется, видите меня в темноте. И вода стала чище, посмотрите. Абсолютно чистая, не знаю, видно ли вам, чистая водичка. Абсолютно чистая водичка. И вода теплая, теплая. Такое ощущение, что вода 22-23 градуса. Но, наверное, все-таки она не 22-23 градуса. Я думаю, наверное, 20-21. Хотя мне трудно определить температуру воды. Она очень комфортная. В итоге я скупался три раза. Но надо... Я думаю, что для первого дня, наверное, этого будет достаточно для открытия купального сезона. Просто хотел сделать апдейт, что я нашел чистую воду. Сейчас вода очень чистая. И очень хорошее открытие купального сезона. Если хотите больше видеть видео именно с побережья Средиземного моря, пишите в комментариях. И буду чаще вам снимать видео на полезные для вас темы, находясь на пляжах. Либо просто на побережье Средиземного моря, купаясь и делясь с вами лучиками турецкого солнца, теплотой Средиземного моря и чистым воздухом. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok